Андрей Фурсов, известный историк, социолог и публицист, выступил на площадке Екатеринбургской епархии с лекцией «Мировой кризис». Он говорил о глубинных причинах этого явления, как экономического, политического, так и системного. В своей лекции Андрей Фурсов попытался объяснить, почему именно разрушение Советского Союза стало спусковым крючком для слома и капиталистической системы, которой просто больше некуда распространяться. В начале 90-х годов я читал лекцию в Колумбийском университете, и я два дня подряд читал. В первый день было объявлено, что Горбачев принимает план правительственный, то есть план Явлинского, 500 дней. Был такой идиотский план построить новое общество за 500 дней. Ну, американцам, особенно в Колумбийском университете, такой рассадник антисоветничный, мне очень понравилось. А на следующий день я пришел, и я не знал это, я пропустил, что Горбачев, кажется, отказался от этого плана и принял правительственный план. И было непонятно, почему. Потом, когда я вернулся в Россию, стало сказать, Советский Союз, стало понятно, там был так называемый «картофельный марш» десантников. Десантники из Рязани вдруг пошли на Москву. Горбачев быстро все поменял. Когда у маршала Ядова спросили, а что это десантники, потом были на Москву, он сказал, да это так они хотели колхозникам помочь, картофель собрать. Он называется «картофельный марш десантник». И вот тогда один из присутствующих радостно мне сказал, что Горбачев сдает перестройку, и что вот «Колокол звонит по коммунизму». Я ему ответил фразой, которую Джона Донна, которая использовала в качестве эпиграфа, не спрашивая, по кому звонит «Колокол», он звонит по тебе. То есть перефразируя тот факт, что рушится антипод капитализма, означает, что у капитализма начинаются очень серьезные проблемы. Тогда к этому не отнеслись серьезно на Западе, рассказывает эксперт. Зато в 2008 году, когда на даотском форуме Клаус Шваб сказал, что капитализм не соответствует миру вокруг него, заговорили совсем по-другому. Андрей Фурсов назвал капитализм историческим заговором и преступлением. Но все закончилось в 1991 году с разрушением Советского Союза. Капитализм не может больше развиваться экстенсивно, уверен эксперт, и это убивает его. Но системы умирают дольше, чем люди, и фаза угасания составляет примерно 100-150 лет. И мировой кризис всего лишь симптом этого угасания. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».